Что конкретно нужно сделать человеку, чтобы освободиться и выйти из рабства? Но изменить свои внутренние принципы, изменить своё сознание. Пока что рабство какое? Всех держат в рабстве тёмные силы. Наложен определённый код на человечество, то, чему вас учат. В школе вообще уже выхолостили все знания, историю выхолостили, всё подменили. Касательно этих религий, там вообще ничему не научитесь. В книгах тоже много суррогатов, нужно знать ключи, чтобы выбрать светлое и чистое зерно, если оно там есть, а отбросить все суррогаты и то, что не нужно для вас. Но нужно изменить себя изнутри, в первую очередь постараться. Ну как? Матерь мира меняет изнутри. Вот все, кто со мной знаком и пришли, стали на этот путь, они говорят, что что бы мы делали, если бы ты не пришла? Да, потому что мир — это одно, а это совсем другое. Мы живём не так, как живёт этот мир. Живём по духовным законам, по крайней мере, стараются все их соблюдать, как могут, в меру своих возможностей. Живут по новым заповедям шестой расы, почитают женщин, мужчины, мужчины, женщин, женщины, мужчин уважают. Два начала стараются жить в гармонии по мере возможностей, как возможно здесь, в этом мире всё-таки. Потому что поскольку существует ещё вот это зло, создать идеальную гармонию невозможно. Она придёт только в шестой расе. Но хотя бы если уже внутри себя эти принципы принимаются, то это уже хорошо, это уже идут большие перемены. И, конечно, молитва света, которую я вот очень много о ней рассказывала и давала всегда, её бы начать читать, менять уже своё поле, перезаряжать на новые вибрации, быть под защитой этого абсолюта сознания, абсолюта знания. Обращаться к новому имени, которое сейчас дано, космическая вибрация для этой Земли, чтобы это имя защищало, потому что имя Иисуса Христа, оно уже всё, уже для эпохи рыба, оно работало. Сейчас уже эпоха Водолея, эпоха Матери Мира. И совершенно новая вибрация духовная, чтобы защититься от этих тёмных. Ведь как вы защититесь? Или с оружием в руках, или только духовно? С помощью слова, с помощью молитвы, с помощью сильной своей энергии. Вот только такая может быть защита. Если вы изменитесь, изменится ваше окружение. И те, которые вас стяжают, они прекратят вас стяжать. Увидят в вас такие перемены. Конечно, всегда это болезненный процесс, когда идут какие-то перемены. Что-то, то, что вам мешало жить, расстаться с этим, например. Для себя что-то новое открыть, измениться, как выйти из рабства. Если вы в этом рабстве находитесь, это очень плохо. Но вот у нас нет рабства, у нас раскованность. Ну какая раскованность? В духовном плане имеется в виду. Человек может творить, говорить, как говорится, ему не запрещено ничего. Ну и поступки тоже, как говорится, он сам волен поступать, как он считает. Никто никого не стяжает. У каждого есть выбор, и каждый поступает так, как он хочет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова